видеообзор новинки завода маяк это шахтный котел модель мощностью 20 киловатт данная модель поставляется успешно уже несколько лет на литву на рынок европы в 2021 году она будет уже поставляться и на рынок украины этот прототип впервые представлен на выставке акватер что себя представляет данный котел это классический шахтный котел с боковой загрузкой подчеркиваю завод маяк проведя достаточно большой срез на практике принял решение что именно фронтальная загрузка обеспечит первых меньшую дымность предзагрузки как известно все шахтные котлы дымят это факт и второе увеличит его эффективность работы почему потому что тепло как известно все равно подымается вверх когда у нас вверху не дверка а все-таки водонаполненная водяная рубашка и мы получаем тепло то это значительно более эффективно давайте рассмотрим подробнее его конструкцию выполнен котел фирменном стиле завода маяк это сочетание серого такого белого больше цвета с красными а очень красивые дизайнерские дизайнерское решение что мы видим на передней фронтальной части котла первую очередь это термометр для контроля температуры теплоносителя как известно шахтные котлы они энергонезависимые не требуют работы для своей работы автоматику потому здесь присутствует термометр для опять же контроля температуры механический регулятор устанавливается в отдельную посадочную резьбу справа трехчетвертная и опускает свою заслоночку свою цепочку вниз в заслонке подачи воздуха в зону горения фронтальная часть котла имеет две дверки верхняя дверка для загрузки топлива нижняя дверка для доступа к зольнику и колосникам откроем первую дверку дверка бункера достаточно широкая обращаю внимание ширина проема составляет 42 сантиметра это очень важно потому что полено бывает разных размеров по высоте 26 глубина котла это тридцать восемь сантиметров плюс важно учитывать что топка имеется половинную форму для того чтобы сделать невозможным зависание внутри полена базовый комплект поставки котла входит совок и кочерга тоже весьма удобно это понадобится при эксплуатации котла топка объемная размером более 100 литров загружается еще раз повторяя фронтальным путем топливо горит как известно в шахтном котле внизу на колосниках колосники чугунные состоят из двух сегментов две отдельных колосниковые решетки далее по мере сгорания дерева образуется пиролизный газ и этот пиролизный газ попадает в теплообменник теплообменник доступ к теплообменнику сама форсунка защищена термобетоном видите это не просто металл а именно термобетон сюда ныряет дым и далее следует по первому каналу теплообменника давайте посмотрим теплообменник какое решение техническое применяется заводом моя теплообменник имеет два канала первый канал опять же дополнительно усилен термобетоном такие термолисты они съемные это все для увеличения температуры сгорания дыма газа чем выше температура сгорания тем более полностью не сгорает меньше образование сажи дегтя и конденсата далее дым движется вверх подымается и только пройдя этот канал попадает в второй канал прохождения дыма пройдя второй канал он ныряет в сторону и попадает в третий канал вот вот наш второй канал и далее левее в третий чтобы увидеть 3 нам необходимо открыть задвижку вот она рычаг ее находится справа задвижка рычага справа мы ее открываем на себя и видим третий канал вот он третий канал трехходовая форма теплообменника дым подымаясь по нему уже попадает только тогда на выход дымохода вот он наш опять же обращаю внимание для удобства до загрузки топлива в теплообменнике присутствует еще одна задвижка давайте сначала и увидим внутри как она работает а далее покажу ее рычаг вот она сейчас она в открытом состоянии это открытое состояние позволяет обеспечить за загрузку без дыма то есть когда вы хотите загрузить топлива в котел вы открываете эту задвижку тепло движется сразу на выход дымохода сразу минуя все каналы и таким образом тяга усилиться в три раза и вы делаете свою работу по загрузке топлива когда вы выполнили загрузку топлива вы задвижку закрываете вот она закрыта еще раз показываю открыто закрыто открыто и вот в закрытом положении дым уже движется по правильному пути то есть он движется через теплообменник через все три канала прохождения дыма все эти рычаги для управления задвижками находятся с правой части котла вот для опять же для удобства пользователя чтобы пользователь не перепутал есть обозначение close закрыто close закрыто вот в этом положении обе задвижки закрыты open переводим сюда это открыт для удобства чистки теплообменника когда в чищена вся весь нагар сажа внизу есть специальные ревизионные лючки они есть двух сторон и слева и справа чтобы почистить нагар который скопился в теплообменнике открываем эту заглушку и открываем сам канал и мы видим нижнюю часть теплообменника у нас есть в комплекте поставки совок этим совком при желании мы можем вынуть всю сажу которая там скопилась обратка котла тут же находится сбоку это наружная резьба dm-50 такая система подойдет для открытой системы отопления в то же время при переходнике можем перейти и для современной системы что вот это такое это регулировка подачи вторичного воздуха в теплообменник то есть вот такая вот поворотная заглушка и мы регулируем больше меньше подачу кислорода в теплообменник как известно в шахтных котнах происходит дожиг пиролизный газ в теплообменнике благодаря вот этому притоку воздуха мы регулируем по сути само горение нижняя дверка это доступ к зольнику здесь же находится заслонка подачи первичного воздуха то есть первичный воздух попадает в сторону горения на колосники где горят дрова открыв зольник мы видим сдвоенную дверку в первую очередь мы видим лоток для золы объемный огромный на весь размер колосников второе мы видим чугунную задвижку которая не дает просыпаться жужелки которые находятся на колосниках и подняв ее вверх открываем получаем доступ к колосникам колосники чугунные все выполнено на высочайшем уровне еще раз подчеркиваю эта модель поставляется на европу и только в этом году она будет поставляться на рынок украины все те же технологические отверстия для удобства пользователя есть и на левой части такой же такая же заслонка для регулировки подачи вторичного воздуха для дожига пиролизных газов такая же обратка опять же в разных котельных по разному котел может быть подключен и возможно будет удобно левое стороннее расположение а в другой котельной правосторонней все продублировано то есть все сделано для удобства пользователя чтобы в котельной всегда нашли для него место дымоход выход находится сзади диаметр дымохода 20 киловаттного котла 200 миллиметров подчеркиваю важность дымохода качественного для шахтного котла потому что ему нужна хорошая тяга если нет хорошей тяги нет правильного дожига пиролизных газов регулировать тягу можно с помощью поворотной диафрагмы внутри заслонки дымоходного канала она фиксируется боль открытый канал закрытый максимально подальше котла 1 она находится вверху слева здесь же присутствует отдельная резьба для установки группы безопасности клапана аварийного сглоса данные котлы эксклюзивно представлены у компании тепло без газа и поступают в продажу после выставки акватерм обращайтесь с вашими заявками их можно приобрести в комплексе с системой отопления с дымоходом с обвязкой а также оформить по компенсации обращайтесь всегда будем рады помочь